Итальянский художник по имени Пауло Воронезе считается одним из трех великих мастеров венецианской школы XVI века. В основе своей на его стиль повлиял Тициан, еще один венецианский мастер, живший на поколении раньше него. Для создания драматического эффекта своих работ он использовал такой цвет, который в будущем определил его стиль и вдохновил некоторых из величайших художников, последовавших за ним, включая Питера Паулю Рубенса, Жана Антуана Ватто, Джованни Батисто Тьеппулу, Режино Делакруа и Пьера Агюста Ренуара. Брак Кани Галилейской – одна из многочисленных огромных картин Паула Воронезе, посвященная пирам и банкетам. Ее действия происходят во дворце эпохи Возрождения. При этом тема работы представляет собой популярную библейскую историю о браке в Кане, которой Иисус Христос превращает воду в вино. Помимо более чем 130 гостей, в том числе очень известных, и очаровательной архитектуры, художник также включил в центр композиции самого себя. Он одет в белое и играет на виоле табраччо, популярном музыкальном инструменте периода барокко из семейства скрипичных. Огромный холст «Брак Кани Галилейской» написанный между 1562 и 1563 годами для монастыря Сан-Джорджи Маджори, построенного Палладио, стал первым опытом художника в этом жанре. Уже для современников художника этот холст стал предметом восторженного поклонения. В нем все вызывало восхищение. Его блистательная сценография, великолепие костюмов, безудержная фантазия, с какой Паоло преобразил евангельское событие, исключительное по богатству и разнообразию цветовое решение, замечательное декоративное единство композиции, которая вновь обрела первозданную красоту после законченной в 1990 году реставрации. Огромный холст Брак Кани, написанный между 1562 и 1563 годами для монастыря Сан-Джорджи Маджори, построенного Палладио, стал первым опытом художника в этом жанре. В 1797 году холст был вывезен французскими войсками в Париж и ныне экспонируется в Лувре. Уже для современников художника этот холст стал предметом восторженного поклонения. В нем все вызывало восхищение. Его блистательная сценография, великолепие костюмов, безудержная фантазия, с какой Паоло преобразил евангельское событие, исключительное по богатству и разнообразию цветовое решение, замечательное декоративное единство композиции, которая вновь обрела первозданную красоту после законченной в 1992 году реставрации. Брак в Кане – одно из первых монументальных изображений пиршеств, которыми впоследствии прославился Веронезе. Картину на этот сюжет заказала Веронезе община Бенедиктинского монастыря Сан-Джорджо-Маджори в 1562 году. Мастер трудился над ней больше года. Трапезное монастыря, для которое палатно создавалось, оно провисело до завоевания Италии Наполеона. Чтобы было удобно транспортировать холст, французы разрезали его по палату, после чего сшили уже в Париже. Темой картины является чудо, совершенное Христом на брачном пире в Кане Галилейской, где Он превратил воду в вино. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жену? Еще не пришел час Мой. Матерь Его сказала служителям, что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водой. И наполнили их доверха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином? А он не знал, откуда это вино. Знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской. И явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. От Иоанна, глава 2, стих 1, 11. Действие разворачивается на фоне величественных сооружений. Роскошный и обильный пир идет своим чередом. Среди богато одетых гостей и множества слуг, подающих все новые и новые кушания, выделяется фигура Христа. Он сидит в центре стола. Поза его спокойна и напоминает зрителю о другой евангельской трапезе, которая еще только предстоит свершиться. О тайной вечере. Впрочем, игра смыслов и подтекстов мало интересует Веронезе. Куда больше он увлечен самим духом празднества. Пышностью нарядов, яркими красками и живописными деталями. Воссоздавая атмосферу отнюдь не библейского, а современного ему венецианского пира, художник помещает среди пирующих и реальных персонажей. Так дама в голубом, что сидит слева, опершись локтем на стол, Виктория Колонна. Ее муж, маркиз Альфонсо Дальваро, изображен во главе стола, в костюме жениха. Невеста и склонившийся к ней мужчина. Супруга французского короля Франциска I. И сам монарх, соответственно. В группе музыкантов Веронезе изобразил Тициана, бассана, тинтурету и самого себя. И все многообразие мотивов картина образует единое живописное композиционное целое. Многочисленные персонажи расположены по трем текущим друг на другом лентам или ярусам. Беспокойно шумное движение толпы, замкнуто с краев картины колоннами. Центр подчеркнут симметрично расположенное вокруг заседающего Христа группой. Иисус помещен в центре. Он председатель стоит за столом в окружении своих учеников. Справа от него дева. В обоих над головами нимбы. И это отличает их от толпы. Очарование этой картины не в нравственной силе или драматической страстности характеров, а в сочетании непосредственной жизненности и гармонической облагороженности образов, счастливо празднующих праздник жизни людей, полон радостного кипения и колорит картины. Свежие, звонкие, с яркими вспышками красного, от розово-сиреневого до винных, огненных и сочных темных тонов. Невеста сослана на край стола, находится крайне далеко от Христа слева. Заметьте, как утонченность прически и дороговизна ее платья напоминает нам о роскоши Венеции, а не о Евангелии. Смесь святого и светского – такова Великая Революция Живописи и Возрождения. Веронезе это удалось, как никому другому. Венецианские чиновники, князья, аристократы, гости в тюрбанах, служители окружают священные фигуры. Религиозные символы, вроде ягненка, почти тонут среди серебряной посуды и роскошных ювелирных изделий. Сюита красного выступает в сочетании с холодным блеском синих, зеленовато-голубых, а также более теплых, с лухим, бархатистым звучанием оливковых и коричнево-золотистых тонов. Все это объединяется общей серебристо-голубоватой атмосферой, окутывающей всю картину. Особая роль в этом смысле принадлежит белому цвету – то голубоватому, то сиреневому, то розовато-серому в оттенках. От плотности цвета серебряных амфор и ломкоупровных шелков, через оленяные скатерти и голубовато-пепельному цвету белых колонн, пушистости, легких облаков, плывущих по влажному зеленовато-голубому небу лагуны, идет развитие этого цвета, постепенно растворяющегося в общей серебристой жемчужности освещения картины. Шумное кипение толпы гостей, пирующих в нижних ярусах композиции сменяется изящной грацией движений, вырисовывающихся на фоне неба редких фигур верхнего яруса – верхнего балкона лоджии. Все завершается видением далеких причудливых, окутанных дымкой строений и мягко сияющих небес. В 80-е годы художник стал утрачивать былые силы. В «Мечтах об отдыхе» в 1583 году Иронезе приобретает имение, где поселяется с женой и детьми, а уже через пять лет заболевает воспалением легких и умирает. Похоронен Пауло Иронезе в церкви Сан-Себастьяна. Ему было 60 лет. А в 2010 году организация, защищающая культурное наследие Венеции, обратилась к первой леди Франции, Карле Бруни, с просьбой оказать воздействие на лор. Венецианцы надеются, что музей вернет им картину, которую присвоил и вывез во Францию Наполеон Бонапарт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok